Совещание обновления животноводческой отрасли собрало зоотехников со всей страны. Выступающие отметили, что после приватизации 90-х годов скотоводы стали хозяевами своих стад. Однако в погоне за финансовым благосостоянием произошло перепрофилирование. Увеличилось поголовье коз, резко снизилось разведение лошадей и верблюдов. Ораты начали отходить от традиционного выращивания скота и перешли на узкие направления – молочное, мясное, тонкорунное. Как следствие, в стране уменьшилось количество чисто племенных монгольских пород. Необходимо вернуть и увеличить число скота чисто монгольских пород. Для этого нужно провести мониторинг среди скотоводов, узнать, какие виды и породы существуют сегодня в стране. Затем создать отдельные стада, в которых будут размножаться только монгольские породы. Это можно организовать в масштабе каждого самона и даже багов. Тогда у нас появится возможность увеличить число поголовья. В одно время научная работа по разведению скота была приостановлена. Как следствие, качество скота ухудшилось. В последние годы об этом вновь вспомнили. Благодаря специалистам и помощи государства ситуация стала исправляться. К примеру, в 12 Аймаках созданы специальные, так называемые, ядерные стада и племенные хозяйства. Еще один актуальный вопрос совещания – пастбищные территории. Точнее, их качество и сокращение на фоне захвата территорий горнородными компаниями. Чтобы рекультивировать степные земли, зоотехники и агрономы предложили часть прибыли горных предприятий направлять в сельское хозяйство. Идея такова – доходы, идущие от горнодобывающей промышленности, пустить на развитие скотоводства и земледелия. Так сказать, ввести деньги в оборот. Таким образом, с одной стороны, можно развивать сельское хозяйство, с другой – ощутимо повысить финансовое вливание именно в животноводство. Конкретного регулирования требует и вопрос организации производства животноводческой продукции. Предлагается систему плановых массовых забоев перевести на заготовку мяса по реальным потребностям населения, а для компаний-заготовителей предусмотреть льготы. Министерство намерено провести комплексную политику по вопросу заготовок мяса. Сейчас мы проводим переговоры с Центробанком. Планируется, что из средств Монголбанка для компаний-заготовителей начнут выдавать льготные кредиты, чтобы они могли обеспечить население достаточным количеством запасов мяса. Ассоциация зоотехников и работников племенной отрасли разработала пакет предложений по улучшению качества скота и поголовье монгольских пород. Документ научно обоснован, рассчитан на комплексное решение вопроса. Осталось лишь начать реализацию задуманного. Энхтувшин Нембояр, Аист, Монголия. Продолжение следует...